Друзья, приветствую вас! У нас сегодня первая часть урока. Виноград, гроздь винограда с сухой пастелью. Я уже набросала саму гроздь белым карандашом пастельным. И что я делаю? Намечаю высокие точки, куда смотрят виноградинки. По факту их не будет видно под слоями, но я это делаю для себя, чтобы понимать, куда наносить основные цвета, которые будут как подложка. Мы сегодня рисуем подложку для нашей работы. То есть основной фон, доска будет, основные цвета самой гроздь винограда. А в следующем уроке уже будет прорисовка, детализация с капельками, с тенями, с прорисованными, с бликами и со всем остальным. Сегодня мы рисуем базу. По сути, это основная часть работы. От которой уже зависит то, что у нас получится в итоге. Ягодки у нас округлые, выпуклые. И мы всегда наносим цвета по форме. То есть, если мы рисуем яблоко, мы наносим цвета по форме яблока. Если мы рисуем стол, то мы наносим цвет по форме стола. То есть, стол плоский. Если поверхность у нас, допустим, доска, да, мы рисуем фактуру доски. Сразу наносим цвета как фактуру доски. Не в противоположную сторону, не круговыми движениями. И, соответственно, если мы рисуем ягодки, они у нас кругленькие, такие овальненькие. Представляем себе овал, виноград. Кто не видел виноград, яйца все видели. Как маленькие куриные яички или перепелиные. Крупный красный виноград. Для того, чтобы проще было рисовать, всегда нужно держать в голове то, что мы рисуем. Если мы рисуем виноград, мы должны представлять себе виноград. Тогда будет рисовать гораздо проще. И наносим основной цвет, тот красный, который у нас выглядывает из-под винограда, на каждую ягодку отдельно я наношу. Прорисовываю каждую-каждую ягодку. Абсолютно одинаковые движения. И пальчиком по форме ягодки я аккуратненько внутри каждой ягодки растушевываю. Стараюсь растушевывать к вершине. То есть к тому светлому кончику, где я ставила точечку светлую. То есть растушевка, я тоже создаю форму каждой ягодки. То есть обратите внимание, да, за границей ягодок стараемся не выходить. Сразу набросаю цвета веточки. Естественно, мы потом будем детализировать, дорисовывать. Просто сразу основные цвета, которые будут на ветке, сразу обозначаю. Я взяла желтые оттенки, зеленые оттенки и нанесла их на веточку. А уже в следующем уроке будем, конечно, прорисовывать веточку в самый последний момент, скорее всего, когда уже будут готовы все ягодки. На самом деле, очень простой рисунок. Ну, проще винограда, я не знаю, что рисовать. Яблоко, наверное. Потому что там работы меньше. Оно же одно. А тут каждая виноградинка. Единственное, что да, нужно заморочиться и прорисовывать каждую виноградинку отдельно. Тогда оно будет смотреться здорово. Я беру темно-фиолетовый. Темно-темно такой фиолетовый с красным оттенком. И прорисовываю темные участки на ягодках. Мы смотрим на референс. Смотрим, где у нас есть самый темный участок. И добавляем туда темно-фиолетовый. Плюс я буду добавлять еще такой фиолетово-синий. У меня есть оттенок светленький. Такие основные два цвета, которые создают вот этот вот эффект на наших виноградинках. Обратите внимание, да, эти цвета, они есть, если прищурить глаз. А так прорабатываем каждую виноградинку, отталкиваясь от референса. Видим, да, на рисунке, где самый темный участок, и добавляем туда темно-фиолетовый. Не забывая про форму каждого винограда, каждого виноградинки. То есть стараемся все равно цвет по форме наносить. У меня уроки эти в основном, скорее всего, для тех предназначены, кто уже умеет. Умеет рисовать. Ну, то есть может построить рисунок элементарно, да, понимает, что такое сфера, понимает, что такое градиент, понимает, где свет, где тень, как поставить блики, что такое вообще, в принципе, рисунок. Ну, есть понимание. Если как бы этого понимания нет, то добро пожаловать ко мне на уроки, я научу. То есть массовых обучений я пока не предусматриваю. для меня это довольно-таки трудоемкий процесс, и я не готова учить сразу много людей в одном месте. Я готова брать учеников индивидуально, прорабатывать с каждым. И, как я поняла, уже тенденцию, почему-то многие приходят в личку и начинают спрашивать советов, а как рисовать. Ну, приходите ко мне на занятия, я научу. Это стоит денег. Мой опыт стоит денег. Годы практики стоят денег. Я не могу всем налево и направо раздавать советы, как рисовать. Я и так максимально делюсь информацией без оплаты. Огромное количество выдаю бесплатно абсолютно. Пожалуйста, пользуйтесь. Если хотите больше информации, ну, ребят, сорян, в магазине тоже нам бесплатно ничего не дают. Да и вообще сейчас пойди поучись бесплатно. Можно. Ну, такой чушь у нас слушаешься. А по факту, чтобы реально чему-то научиться, за это приходится платить. Я тоже платила многократно. Поэтому рада всегда всем. Отвечу всем, но, извините, обучать бесплатно не могу. У меня нет на это ресурса и времени. Вы же не хотите работать бесплатно. Почему я должна работать бесплатно? Это работа. То, что я могу давать вам бесплатно, я с удовольствием буду давать бесплатно. А уже какие-то нюансы, пожалуйста, добро пожаловать в индивидуальное обучение. Пока это стоит недорого. Но это только пока. Видите, это не сложный процесс. Просто он занимает определенное количество времени. Я бы даже сказала не такое уж большое количество, на самом деле. Где-то час, чуть больше часа у меня ушло на это все, на проработку. Естественно, в виде я обработала, очень многое вырезала. Где-то ускорила, где-то убрала совсем то, что лишнее. А по факту вот эта небольшая проработка заняла мне по времени где-то час. Для работы по стелю это довольно-таки быстро. где-то темные участки видим. Туда наносим. и прям по каждой ягодке. Соблюдая объем наших ягодок. Они кругленькие. Мы это не должны забывать, что у каждой ягодки есть своя форма. Они не плоские, виноград не плоский. Плоская у нас только доска, на которой лежит виноград. А виноград у нас кругленький. Кругленький и вкусненький. В следующем уроке будем вот эту вот сочность и прозрачность передавать, добавлять деталей. И так, конечно, интересный формат. Я просто представляю, сколько людям пишут, которые проводят курсы обучающие для художников в личку и задают очень много интересных вопросов. Им вот интересно это вот по простоте своей душевной, такое происходит. Или люди сами никогда не работали нигде. Но, представляете, вы работаете бухгалтером какой-то крупной компании. И ваши знакомые и друзья знают об этом. И тут где-нибудь в социальной сети такой раз и проболтались случайно, что вы бухгалтер и разбираетесь в бухгалтерии просто. и тут какой-то абсолютно незнакомый вам человек присылает вам кучу деклараций, каких-то отчетов и говорит, а посмотри, что здесь не так. Давай ты посмотришь, ты давай там бросай все свои дела и посмотри, что у меня не так. Ну, ты же бухгалтер. Серьезно? Покажите мне хоть одного бухгалтера, который сейчас все бросит и займется вашей работой. Ну, нет таких банкиров, бухгалтеров, налоговых инспекторов, юристов, адвокатов, врачей. Нету, нет ни одного, который бросит все и займется вами по доброте душевной. Ну, вот давайте как-то здраво мыслить и понимать, что у каждого человека есть определенный род деятельности, которым он занимается и за счет которого он живет. Но у меня бы не хватило ума прийти к какому-нибудь адвокату и сказать, давай ты мне сейчас что-то напишешь по бырику обращение в суд. Да что это, ты же умеешь? Ну, ты же адвокат, давай. Или расскажи мне, как написать, я сам напишу. Не, по-любому есть такие, конечно, которые так делают, но я бы не смогла. Я уважаю свой труд, я уважаю свое время, я уважаю чужое время, потому что уважаю свое. Получается, если человек не уважает ваше время, соответственно, он не уважает и свое, потому что он не понимает его, не умеет ценить ни свое, ни чужое. Если это делает ребенок, да, окей, его просто еще не научили. Если это делает взрослый, то, пардон, вы инфантил, пора взрослеть. В определенном возрасте какие-то определенные грани поведения, да, должны пониматься, где норм, а где нет. ну и так, в порядке бреда. Видите, каждая ягодка прорисовывается по форме. то, что мы закрашиваем красноту виноградинок, ничего страшного. это так надо. У нас краснота должна просвечивать, а не светить маяком. Она внутри. И там, где нужно будет ее максимально проявить, мы ее проявим во втором уроке уже. Я покажу, как мы это будем делать. А пока растушевываем. Помним, да, про салфетки влажные. Они обязательно должны быть под рукой для того, чтобы тушевать чистыми руками. Растушевка чистыми руками. Ни в коем случае мы не делаем это грязными руками. То есть следить за тем, чтобы руки были чисты, это очень важно. Потому что эти моменты, когда я вытираю руки а салфетку, естественно, я вырезаю с урок, чтобы это не занимало большое количество времени. Я это озвучиваю, чтобы вы это понимали. Можно сразу обозначить доску. Я взяла рыженькие цвета. Они, естественно, не будут перекрываться другими, но подсвечивать все равно этот цвет будет. То есть он все равно внутри останется и будет как подложка. Из-за того, что бумага синяя, она такой синевой, все равно будет отдавать. Чем бы там вы не перекрыли, все равно будет синева. Чтобы эту синеву убрать, я взяла оранжевый. Чтобы синева ушла. То есть синева на ягодках ок, нормально. Она тут присутствует. Она будет не лишняя. А вот на доске ее не должно быть. На фоне в любом случае ее не будет. То есть она будет незаметна, потому что мы ее смешаем с черным. Уголь, он все уберет. Все синево. Ну и черный с синим тоже. Пока еще никому не мешал. Растушевываем. Вокруг ягодок аккуратненько. На ягодки носами не залазим. Все это корректируем. Мне кажется, пастель самый такой податливый материал, с которым легко работать. После масла, наверное, да? Маслом тоже. Масло я не очень люблю из-за запаха. И отмывать потом сложно. Я пробовала писать картины маслом, интересным. Но мне как-то не очень зашло. Кому нужно масло? У меня целая коробка масла лежит. У меня фавориты несколько. Это цветные карандаши обычные, не акварельные. И пастель сухая. Для меня это как бы такие материалы оптимальные для работы, которыми нравится именно рисовать, создавать какие-то работы. Акрил, ну, такое. Очень быстро сохнет, и мне не очень комфортно. И тонкие слои лессировки. Им надо очень быстро работать. Прям быстро, быстро, быстро. и прям просчитывать заранее, что тебе, куда наносить и как. А я хочу получать удовольствие от работы, а не невроз. тут пастель удовольствия. Тут ничто нигде не застывает. Главное, чтобы были качественные материалы, которые позволяют рисовать лессировкой. То есть смешивание нескольких цветов с нанесением слоев, все это перемешивать. если материалы не очень качественные, они просто не позволят рисовать лессировкой. То есть два-три слоя, четвертый все у вас уже он не рисуется, не наносится как слой, не позволяет смешивать цвет, получать что-то другое, а просто скатывает предыдущие слои, и это ужасно. Это как с некачественными цветными карандашами. Есть карандаши качественные, хорошие, все они лессируются замечательно, наносятся, их прям можно тоже цвета перемешивать, из трех карандашей из разных получить цвет, которого у тебя нету, какого-то карандаша какого-то цвета. Есть такие карандаши, где ты один слой нанесла, начинаешь второй наносить, чтобы цвет поменять, а у тебя второй карандаш просто стирает первый. О какой лессировке может эти речи? гуаши, кстати, интересно довольно-таки рисовать. профессиональную гуашу ни разу нарисовала, только детская. Детская интересная работа получается. Наверное, профессиональные довольно-таки крутые работы можно делать. И черный фон, смотрите, уголечком я корректирую я корректирую ширину доски, которая там залезла чуть выше, наверное, чем нужно. Аккуратненько проходим уголочком вокруг ягодок, не заходим на ягодки. Прямо аккуратненько вокруг каждой ягодки мы проходим. чтобы не сломать нашу работу, которую мы уже делали до этого. Просто пару лишних черточек черным углем и очень долго и нудно придется исправлять работу и потратить на это немало нервов и сил. В уголочке там, где у нас черный цвет просвечивает, сразу наносим аккуратными движениями прям вокруг грозди. Не залезая на ягодки, очень аккуратно. Главное прям возле виноградика аккуратненько аккуратненько нанести и потом уже плашмя можно спокойно мелком наносить дальше. Не переживай за то, что вы где-то что-то там туда нанесете. На нижнюю часть нашей работы сразу наносим и черным мелком можно проработать еще как раз-таки доску. те темные участки, где у нас падает тень от винограда. Понятно, что у нас виноград ненастоящий, что он нарисован нейросетью. какие-то части возможно их и не существует на настоящем винограде. Особенно капельки, да, это видно по капелькам, поэтому мы будем их рисовать все-таки более реалистичными, как настоящие на настоящем винограде. Цель этой работы просто попробовать рисовать виноград. все в реалистичной реалистичной манере. Черного я добавляю еще в самые-самые темные участки на грозди. То есть смотрите и где видите прям самые-самые такие темненькие участки, туда прям можно капельками добавлять черный цвет. Аккуратно здесь вот на ягодках не надо размахивать черным углем, потому что он довольно-таки проблематичный и очень сложно его потом убирать, если нафигачите лишнюю. Если чувствуете, что рука вздрогнет, лучше не надо. Лучше темным фиолетовым добавите потом уже темного. Ну и, конечно, пальцами все растушевываем. Аккуратно вокруг винограда очень вас прошу, когда растушевываете очень аккуратно не заходим на виноград. и потом пальчиком самым тоненьким такой у вас есть на вашей руке аккуратненько возле каждой ягодки и прорабатываем каждую ягодку и как бы как изнутри выталкивая да, вот этот черный цвет мы делаем растушевку. то есть нам нужно сейчас объединить фон и гроздь винограда чтобы они смотрелись как единым целым. Вот эти темные участки тоже растушевываю. по форме ягодок то есть мы смотрим на референс и делаем форму нашим ягодкам я же добавляла вот эти темные черный цвет в самые темные участки поэтому теперь нужно растушевать обозначить объем то есть где темные там глубина где светлый там выпуклость вот у нас уже начал вырисовываться наш виноградик но это лишь только подготовка к самому винограду мы будем прорисовывать только в следующем уроке а это только как подложка под шикарнейший виноград который у нас получится на следующем уроке сейчас он такой пока не до винограда но уже угадываются по очертаниям будем живописности добавлять в грозди свечение и так видите да все несложно просто здесь идет работа с каждая ягодка отдельно то есть прорабатывается каждая ягодка и ягодка за ягодкой получается реалистичная грозь винограда получится пока тоже можно на доске где у нас освещение свет падает добавить доску тоже будем прорисовывать на следующем занятии здесь пока вот основные моменты какие-то светлые участки темные участки сразу определить для себя выделить где что у нас будет находиться немножечко светленьких таких полутонов мы добавляем на заднюю часть черным карандашиком я растушевываю то место куда не попадет пальчик я конечно пальчики не толстые но все-таки микроскопические места они все равно не смогут залезть поэтому для этого у нас есть черный карандаш который поможет растушевать труднодоступные места в которых у нас тоже есть черный цвет и белым карандашом я решила сразу добавить брики на ягодки на ягодки где у нас свет падает понятно что оно все равно еще будет добавляться другие будут цвета все это все равно будет уходить но глаз вместе с подсознанием вместе с руками будут уже помнить где у нас светлые участки то есть таким образом мы в любом случае тренируем наше подсознание чтобы оно слушалось нас и выстраивало уже нашу работу работу наших рук наших действий наших движений в зависимости от того что мы хотим получить то есть тут в любом случае мы будем еще наносить цвета дополнительные для свечения вот этот опыл на виноградике который есть капли они будут рисоваться вообще в самом конце каждая капелька будет рисоваться уже в итоге на проработанной виноградинке то есть сначала мы прорабатываем виноград полностью мы создаем тот рисунок который мы видим на каждой виноградинке с передачей контрастов теней глубоких объемов бликов всего и только после этого мы приступаем к каплям ну никак не наоборот если вы сначала нарисуете каплю потом начнете рисовать все что есть на виноградинке то вы просто сотрете эту каплю нафиг но какие-то намеки на капли я все равно делаю я это делаю для себя и особенно в тех местах где капли прям сильно-сильно выпирают на ягодках и заходят на черный фон то есть это опять-таки для связи подсознания и рук если присмотреться у нас каждая виноградинка она как будто светится да как будто ее обволакивает свет со всех сторон вот пока фон был синий вот этого свечения было бы не так заметно вот это свечение оно больше его видно как раз таки на темном фоне буквально да когда позавчера или вчера не помню не важно где-то пост был девушки публиковали в паблике про рисунки карандашами что художники не очень любят черный фон почему-то по каким-то там причинам и очень редко используют черный фон в своих работах мне кажется я один из немногих художников которые фигачат постоянно на черном фоне и люблю черный фон именно за вот этот эффект свечения то есть все что вы нарисуете на черном фоне оно будет как будто светиться без темного без темного нет белого как так же как и без белого нет темного то есть чем темнее ночь тем ярче свет в ночи вот этот вот эффект свечения на темном фоне это просто вам love фон фон Продолжение следует...